Данна Гарсия Карлос Деламото в роли Германа, Луис Герардо Мендес в роли Игнасио, Анхелес Марин в роли Эрнестины, Пако Маури в роли Амадора, Патрисия Мареро в роли Филомены, Алехандро Кальво в роли Танки и другие. Авторы сценария Луис Зелкович и Лаура Соса. Композиторы Эрнесто Анания и Вилли Колом. Операторы Маурисио Манесес и Родриго Куреев. Режиссеры Моисес Орти Суркиди и Пабло Гомес Саенс. Ты должна остаться, дочка, твой сын жив. Милая, тебя обманули, твой ребенок жив. Что? Подожди. О чем ты говоришь, я не понимаю. Все это ложь. У тебя родился сын, и он не умер, милая. У тебя есть сын, и он жив. Ты это придумала, чтобы заставить меня остаться? Да? Ты правда так думаешь, Аура? Думаешь, я способна на такое? Челу мне только что сказала об этом. Она не могла больше скрывать. Она сказала это сразу, как ты уехала, милая. У тебя есть сын. Сын? Да. Он жив? Да. Как? Где он? Где он, мама? Где? Я не знаю, дочка. Челу просила остановить тебя. Я бежала через весь аэропорт. Давай уедем отсюда. Мама, подожди. Этого не может быть, это неправда. Челу хорошо меня знает. Она знает, как мне было тяжело, и как это важно для меня. Челу не смогла бы так врать. Дальше. Мама, подожди... Девушки отдыхают. 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 Ты не хочешь продолжать наши отношения. Ты должна меня понять. Это всё из-за отъезда Ауры. Нет, Сесар. Всё это продолжается с тех пор, как ты расстался с женой. Ты любишь её. Мне лучше уйти. Рассио, прошу тебя, не делай этого. Что ты сейчас скажешь? Что любишь меня? И не можешь без меня жить? Я заберу свои вещи из дома. Нет, Рассио, тогда уйду я. Я заеду за своими вещами. Это просто чудо, Аура. Не знаю, как я успела. Где чело, мама? Простите, она дома. Сейчас мы приедем, и она всё тебе объяснит. Начо, я успела. Я успела. Я до сих пор в это не верю. Я так рад. Не могу поверить. Всё это похоже на сон. После всех твоих слёз и страдания, это такое счастье, правда? Конечно. Только бабушка способна на такое. Поехали, мама, пожалуйста. Я не хочу здесь находиться. Я обманула там всю охрану. Перестань ходить, Тина. Всё будет хорошо. Я так нервничаю. Не могу это вынести, Амадо. Только представь, Адриан поехал просить эту девушку остаться, а это значит, что мы всегда будем жить в страхе и страданиях. Не скажете, о чём разговор? О чём вы тут говорите? Я рассказывал твоей маме о бандитах, которые опять стали грабить дома в нашем районе, и мама очень испугалась. Адриан забрал Эстебана из школы? Нет, я сам схожу, Адриан занят. Как это? Я же просила его забрать сына. Ничего, это не проблема. Он попросил меня. Что в этом такого? Нет, дело не в этом. Стоит мне его попросить о чём-то, и он тут же сваливает это на вас. Почему он так делает? Папа сказал тебе, что ему не трудно. Это не проблема. Лучше расскажи нам, как твои дела, дочка? Плохо. У меня всё очень плохо. В магазине не было ни Синьора Фернандо, ни Клаудия. Если они перестанут покупать у меня сумки, я разорюсь. Может, теперь мы наладим отношения с мамой Ауры? Почему вы такие? Что-то случилось? Ничего. Только не притворяйся, танки. Я не знаю, где он. Наверняка, Адриан сказал, куда ходит. Он ничего не сказал, просто запрыгнул в машину и надавил на газ, как сумасшедший. А ты не знаешь, когда у Ауры самолёт? Понятия не имею. Но, скорее всего, она уже улетела. Можете больше не беспокоиться. Всё закончилось. Я надеюсь, танки. Видите, я же говорил вам. Вот и он, патрон. Как дела? Как ты, Адриан? О чём вы? Что значит, как ты? Я чувствую себя ужасно. Аура улетела, я не смог её остановить. Так будет лучше. Эта девушка не для тебя. Откуда вам знать, что она не для меня? Хватит вмешиваться в мои дела. Теперь я один, вот и всё. Ты не один. У тебя есть Нелли и... Оставьте меня в покое. Аура! Аура! Её нет, Херман. Она, наверное, уже летит в Лос-Анджелес. Я не знал, что ты здесь, Клаудия. Да, я здесь. Жду тебя, как всегда. Мы уже всё обсудили, ведь так? Да, но мне этого мало. Я на этом не успокоюсь. Больше я ничего не могу сделать. Нет, можешь, Херман. Прошу тебя. Аура, Аура уехала. Ты ей не нужен. Я единственная, кто с тобой остался. Клаудия, перестань. Что ты хочешь теперь делать? Не знаю. Пока ничего. Да, она уехала, но это не значит, что я буду с тобой. Мне пора, Тонки. Поговори с Адрианом. Доня и Фил, я не собираюсь ему ничего говорить. Я уже разговаривал с ним, но он не хочет меня слушать. Сейчас ему очень больно, но скоро ему станет легче. Ну ладно, до встречи. До встречи. Ну что, Филамена ушла? Да, ушла. Я устал, приятель, в самом деле. Все суют свой нос в мою жизнь. Всем нужно знать, смей ли я или нет, почему я не с ней, почему я с кем-то ещё. Уже надоело, дружище. Сколько мне ещё всё объяснять всем подряд? Надоело. Патрон, не думай об этом. Эта девушка уехала. Может быть, сейчас тебе трудно представить жизнь без неё. Но постепенно всё вернётся на свои места. Верно? Нет, это результат моей глупости. Я не смог её остановить. Я съезжу за сыном, присмотри тут. Ладно. Может, вы скажете, в чём дело? Если будете молчать, я пойду и поругаюсь с Адрианом. И тогда вы расскажете. Я сказала, ничего не случилось. Адриан очень торопился и не сказал, куда уходит. Ты ведь меня знаешь, я всегда волнуюсь. Наверное, что-то по работе. Так и есть. Держите меня за дуру. Нелли. Что Нелли? Он поехал за ней? Поехал в аэропорт, чтобы упрашивать её остаться, да? Мы же тебе сказали. Нелли, куда ты собралась? Дочка. Она наверняка хочет взять такси до аэропорта. Амадор, что нам делать? Не беспокойся, Эрнастина. Адриан вернулся, он сейчас в мастерской. Что случилось? Очевидно, он ездил в аэропорт, но не успел. И Аура улетела. Слава Богу. Херман, послушай. Перестань. Аура? Чело. Ты передумала? Я объясню позже, где Чело. Я её не видел. Пожалуйста, передай Чело, что я вернулась. Чело уехала, сеньорита? Как уехала? Куда? Я не знаю, сеньорита. Она ждала вас, но потом с ней поговорила Расма. Я видела, как она плачет, но она мне ничего не сказала. Потом она забрала сумки и уехала на такси. Что значит её нет? Она не сказала, куда уезжает? Может, она оставила какую-нибудь записку? Аура, я просила её дождаться нас. Она ничего не сказала, сеньора, только плакала. Я спросила, как ей можно позвонить, но она ничего не ответила. Тогда где Расма? Он, должно быть, знает, где Чело? Он тоже уехал. Я не знаю, где он. Что это значит? Нет, не может быть. Только не это. Успокойся, милая. Не надо, не волнуйся. Давай, пойдём наверх. Чело, наверное, было не по себе. Она испугалась и уехала. Но она обязательно с нами свяжется. Чело нам позвонит. Я уверена. Что происходит? Пойдём лучше в комнату. Начо. Он поехал за сыном? Зачем, по-твоему, он взял машину? Танки, я не идиотка. Он поехал к этой стерве. Нелли, откуда мне знать, так это или нет? Меня меньше всего это заботит. Я знаю. Сейчас ты злишься на неё. Но лучше бы ты подумала, как вернуть Адриана. Нет, Танки, это твоему другу надо хорошенько подумать обо всём, а не мне. Верно? Подружка, я знаю, что ты его любишь, очень любишь. Я понимаю, что ты ссоришься с ним не из-за ненависти, а потому что беспокоишься о нём. Я прошу тебя, дай ему немного времени, чтобы он опять стал тем, кем был раньше. Вот и всё, что от тебя требуется. Мама всё ещё злится на меня. Сынок, давай поговорим об этом потом, ладно? Я не люблю, когда она злится. Мне страшно. Я знаю, Сверчок, представляю, что ты чувствуешь. Знаешь, я никогда не думал, что всё так получится. Я хочу извиниться. Я совершил ошибку, создал тебе проблемы, прости, прости меня, Сверчок. Папа, думаешь, Аура хорошая? Думаю, что да. А ты? Я тоже. Но мама сказала, что Аура хочет меня украсть, и что она ведьма. Знаешь, что я тебе скажу, сынок? Мама не всегда думает, что говорит, понимаешь? Иногда она что-то говорит от злости. Послушай, нам нужно сохранить об Ауре хорошее воспоминание. Этого нам с тобой достаточно. Она была очень грустная, когда уезжала. Может, она когда-нибудь вернётся, но нам не нужно с ней встречаться, чтобы мама не расстраивалась. Мальчик мой, знаешь что, не переживай. Я думаю, все проблемы теперь позади. Доедай мороженое и пойдём. Нас, наверное, ждёт мама. Пошли. Мне стало лучше, мама. Спасибо. Челло позвонит нам. Обязательно позвонит. Я не понимаю, почему она попросила тебя поехать за мной, но не сказала, где мой сын? Кто знает. Возможно, мама права. Она разнервничалась или испугалась, и не смогла справиться со своими чувствами. Но ты ведь её знаешь, она вернётся. Челло добрый человек. Я попробую ещё раз позвонить Эразму. Нужно знать, где она. Как странно. Тебе лучше? Мне станет лучше, когда я поговорю с Челло. Всё будет хорошо, вот увидишь. Твой сын найдётся. Видишь, ты не смогла оставить нас одних. Без тебя. Я не хотела уезжать, Начо. Но быть рядом с Адрианом слишком тяжело для меня. Ну что ж, теперь всё изменилось, правда? Не знаю. Смотря что ты имеешь в виду. Теперь ты знаешь, что у тебя есть сын, и ты должна всё выяснить. Вы с Адрианом в одинаковом положении. Между нами ничего не изменится. Я люблю Адриана, но не смогу навредить Эстебену. Я бы не простила себя за это. Ты ему не навредишь, Аура, наоборот. Эстебен страдает от проблем своих родителей. Ты могла бы дать много любви и Эстебену, и Адриану. Ты не думала, что для Эстебена лучше видеть отца счастливым, чем несчастным рядом с женщиной, которую он не любит? Ну что же, теперь задачи компании ясно определены. Может, ты хочешь что-нибудь добавить? Нет, Рахелио. Меня не интересует эта компания, это твои заботы. Ты настаивал, чтобы этот сеньор работал с тобой. Вот и занимайся этим. Сам. А у меня есть дела поважнее. Верхиния, мне кажется, это отличная возможность для нас всех. Нельсон сделал прекрасную презентацию и отличный план. Он настоящий профессионал. В самом деле, я все еще сомневаюсь в этом. Не поверю, пока не увижу всех результатов работы. Или он это докажет, или покинет нас. Все просто. Спасибо, что уделили мне время. Рахелио, у тебя еще есть дела. Извините меня. Конечно. Привет. Что это вы здесь делаете? Почему такие мрачные лица? Ну что тут опять стряслось? Ничего особенного. Аура не уехала, и мы не знаем, почему. Она не уехала? Нет, она здесь. Почему ты не улетела, Аура? Может, объяснишь, что происходит? Херман, мне нужно уйти. Поговорим потом. Ты уходишь? Херман, подойди. Фернандо, скажи мне, что произошло? Челло сказала нам, что у Ауры не было дочери, которая умерла. У Ауры родился сын, и он жив. У Ауры есть сын, и он жив. А как же ее дочь? Это все выдумала моя мама. Не может быть. Как она могла? Он жив. Это значит, у меня есть сын. Херман, тебе нужно быть деликатным с Аурой. У сестры и так много проблем. Пойми это. Игнасио прав, Херман. Ауре сейчас не до этого. Куда она ушла? У нее есть дела. Прошу тебя, не дави на нее. Ей очень нелегко. Беспокойся, я не стану этого делать. Но я уверен, это наш с ней ребенок. Клаудия, подожди. Танке, наверняка он снова обманывает сына. Я не хочу, чтобы он забивал ребенку голову всякой ерундой. Перестань с ним ссориться. Тем более на глазах у сына. Да и вообще, постарайся держать себя в руках. Это мой тебе совет. Нет, Танке, тебе не нужно его защищать. Его волнует то, что она уехала. Так чего же он хочет? Чтобы я забыла обо всем, только потому, что этой стервы больше нет? Не получится. Постарайся понять его, Нелли. Он влюбился в другую девушку из-за тебя. Не говори того, чего не знаешь. Не нужно. Как это я не знаю? Замолчи, ты ничего не знаешь. Ты уже погуляла недавно. Я не хочу, чтобы это повторилось. Вот и мы. Проходи. Ну, в чем дело? Мы же договаривались. Мы ходили за мороженым. Не ругай меня. Сверчок. Помнишь, что я говорил? Никто тебя не ругает. Хочешь попробовать? Нет, милый мороженое, не едят перед обедом. Бабушка приготовила суп. Угости танки мороженым. Больше не ешь, Шестебан. Чего ты хочешь, Нелли? Чего ты добиваешься? Ребенок и так и сдерган. Прекрати его запугивать. Я этого не делаю. Пока ее не будет в Мексике, я не буду его запугивать. Я только попрошу тебя кое о чем. В следующий раз, когда найдешь себе любовницу, держи ее подальше от моей семьи. Я никого не собираюсь находить. Она уехала. Прекрати. Не надо себя так вести. Давай восстановим нашу семью. Давай попытаемся. Это невозможно. Понимаешь, все кончено. Как мне еще объяснить тебе это? Я не знаю. Эстебан! Не нужно этого делать. Сын здесь ни при чем. Да. Похоже, это надолго, дружище. Настоящая война. Как? Что это значит? Они уехали? Вы не знаете больницу, в которую они перевелись? Спасибо. Ну что? Она забрала маму из больницы и отвезла ее в другую. В другую? Ты говорила с челой об этом? Да, я предложила ей помощь. Я дала ей кредитную карту, оформленную на ее имя и хотела оплатить лечение в новой больнице. Но мы найдем ее. Найдем, не волнуйся. Я уверена. Я боюсь, она так напугана, что больше не вернется. И это как раз теперь, когда я надеялся, что вернул любовь своих детей. В этот момент меня бросает девушка. Она считает, что я хочу вернуться к Фернанди, представляешь? Она недалеко от истины. Ну, это мое скромное мнение. Беттина, она замечательная женщина, и мы прекрасно вместе проводили время. Да, сессор, но ты не чувствуешь к ней того, что чувствуешь к Фернанди. Тебе не хочется быть с ней. Отпусти ее. Я говорю, это как женщина. В конце концов, Россия у тебя возненавидит. Да, за ней присматривает синьора Консуэла Дальгадо. Она была там? Соедините меня с их комнатой. Слава Богу, я нашла их. Что вы имеете в виду? Она оставила мать и ушла? Она не сказала, куда она уходит? Хорошо. Благодарю вас. Ну что? Она привезла мать в больницу и уехала. Мы знаем, где находится больница. Думаю, она там появится. Она должна туда прийти. Да, я думаю, должна. Нам надо сказать Ауре. Она о них говорила тебе, куда ушла. Я думаю, она пошла к Адриану. Теперь у них у обоих есть дети, это их объединит. Это многое должно изменить. Я тут подумал, Аура уехала, ее больше с тобой нет. Но ты не думал когда-нибудь ее вернуть? Послушай, дружище, мы не вместе, но это вовсе не значит, что я забуду ее. Совсем нет. Наши отношения не прошли бесследно. И, возможно, когда-нибудь дай ей шанс. Не унывай, приятель. Пусть все успокоятся. это не просто танки. Аура, что ты здесь делаешь? Я не уехала. случилось кое-что очень важное, и я хочу рассказать тебе об этом первому. Я хочу, чтобы ты первый об этом узнал. Мой сын, он жив. Это был мальчик, а не девочка. Меня обманули, мой ребенок жив. Да, мне лгали все это время. У меня есть сын. Это же чудо, Аура. Это все меняет. Я до сих пор не могу в это поверить, Адриан. Я была уже в аэропорту, зарегистрировалась, прошла таможенный контроль. Я чуть не села в самолет, представляешь? Я знаю. Я был так. Хотел увидеть тебя в последний раз. Смотреть, как ты уезжаешь, было самым ужасным для меня. Я чувствовал себя таким беспомощным. Хотел закричать тебе вслед, позвать тебя. Но я промолчал, чтобы не сделать тебе больно. А теперь ты возвращаешься с такой замечательной новостью. Как ты это узнал? Кто тебе сказал? Где твой сын? Я сама не знаю. Все произошло мгновенно. Я была в аэропорту, и вдруг появилась мама. Мама ей об этом сказала Челло. Всю правду. После моего отъезда. Челло обо всем знала с самого начала. Представляешь? Бабушка угрожала ей. Поэтому Челло молчала. Челло? Да, Челло. Она работала в нашем доме. Но она пропала, и мы не знаем, где она. Мне нужно ее найти, Адриан. Я должна найти Челло и узнать, где мой сын. Клаудия, тебе надо успокоиться. Так ты ничего не добьешься. Ну а что мне делать? Она хотела уехать, а теперь снова вернулась. Но хуже всего Херман думает, что это его ребенок. Прости, Клаудия, но ребенок и в самом деле мой. Я никогда не откажусь от него. Пойми, Клаудия, я виноват в том, что произошло с Аурой. Я не оставлю ее и моего сына. Херман! Серхио сказал, что он тоже спал с ней. Она была в его постели. Каждый из вас может быть отцом. Серхио напоил ее, подсыпал ее что-то в коктейль и изнасиловал. Ты так думаешь, потому что она тебе так сказала. Это правда. Ведь так? Серхио еще и не на такое способен. Ты сама его прекрасно знаешь, Клаудия. Я видел тебя у него дома. Ты же не станешь отрицать, что он приставал к тебе? Клаудия, прости, но я тоже верю Ауре. Я хорошо знаю Серхио. Мне больно, но я должна согласиться. Любой из них может быть отцом мальчика. Думаю, лучше им обоим пройти специальный тест на отцовство. Алехандро, ты думаешь, что Серхио пойдет на это? Я возьму на себя обязательство отца. Верхиния. Верхиния. Тебя трудно понять. Сначала ты угрожаешь мне в своем офисе, а потом являешься ко мне домой, как ни в чем не бывало. Не преувеличивай. Ты нужен мне в компании. Верхиния. Верхиния. Наконец, моя злосчастная внучка уехала, и мне снова можно привести все в порядок. На это уходит так много сил. Мне нужно расслабиться. Ты можешь мне помочь. Мне нужны твои услуги. Нет, Верхиния. Все кончено. Я больше не собираюсь этим заниматься. Это мое последнее слово. Дверь там. Если хочешь меня уволить, пожалуйста. Делай, что хочешь, Верхиния, но я этим больше не занимаюсь. Ни с тобой, ни с другими женщинами. Ты не понимаешь? Угу. Давай больше не будем, Верхиния. Прошу тебя. Я говорю серьезно. Ты пожалеешь об этом, Нельсон. Очень пожалеешь. Ты приползешь ко мне на коленях просить прощения. Верхиния права. Нужно ехать домой и навести там порядок, пока не поздно. Действительно, так будет лучше, Рахелио. Не беспокойся обо мне. Я все понимаю. Я не хочу, чтобы ты соболезновала мне. Я хочу одного. Быть с тобой. Но это невозможно, Рахелио. У тебя есть семья, дети. Я не хочу усложнять твою жизнь, тем более быть для тебя помехой. Наоборот, Рахелио, я хочу быть радостью для тебя. А что же мне делать с моими чувствами? Ждать. Ждать. И знать, что я тоже жду. Я жду этого с нетерпением, но всему свое время. Ты сводишь меня с ума. Извините, я вас не отвлекаю. Ты права, Королла. Я поеду домой и обо всем позабочусь. Оставляю тебя за главную. Да, сеньор. Несмотря на вспышки гнева, мне нравится его настроение. с тех пор, как ты здесь, он стал активнее, увереннее. Как бы это сказать, рвется в бой. Как ты думаешь? И я понимаю, почему. Так много всего, Адриан. Я знаю, Челла была напугана. Ей должно быть нелегко, но мама сказала, что она больше не могла держать это в себе. Ты знаешь, где она сейчас? Нет, но мама пытается ее найти. Бабушка выгнала Челлу из дома. Но сейчас это не важно. Главное, что мой сын жив. Слава Богу, я смогу вернуть его. Но все может быть не так просто. Возможно, приемные родители любят его. Ты понимаешь, о чем я? Они могут любить его как родного и, возможно, не захотят его отдавать. Конечно, я об этом думала. Но он мой сын. Его у меня отняли. Отняли. И я хочу вернуть его себе. Я сделаю все, чтобы его вернуть. Но самое важное сейчас найти Челлу. Адриан, я хотела рассказать тебе обо всем. Это очень важный момент в моей жизни. Я могу на тебя рассчитывать. Могу на тебя рассчитывать. Адриан, что с тобой? Ты какой-то странный. Что-то не так? Нет, нет. Просто я думал, что потерял тебя. И теперь такая новость. Понимаешь, я люблю тебя. Люблю тебя еще сильнее, чем раньше. Любимый, мне нужно увидеть папу и сказать, что я здесь. Я хочу, чтобы никто не волновался. И ты тоже за меня. Не волнуйся. Может, отвезти тебя на машине? Нет, нет, не нужно. Я доберусь сама. Тебе нужно работать. Я не хочу отвлекать тебя, милый. Не волнуйся за меня. Все будет хорошо. Но когда я найду сына, я хочу, чтобы ты был рядом. Хочу, чтобы ты пережил этот момент со мной. пожелай мне удачи. Желаю тебе удачи. Спасибо тебе. Филомена. Че, алло. Как дела? Что с тобой? Спрячь меня. Мне некуда идти. Если меня найдет Верхиния, я не знаю, что она сделает со мной. В чем дело, Чело? Больше я не могла это скрывать. Держать это в себе было уже невозможно. Я сказала правду. Теперь они знают, что ребенок жив. Прости, Филомена, но я все рассказала. Как же ты могла, Чело? Ты сошла с ума? Больше я не могла. Это было невыносимо. Мне было так больно видеть страдания моей девочки. Если бы ты знала, как нелегко ей пришлось. Если бы ты только видела их с Фернандой, ты бы тоже так поступила, Филомена. У меня сердце разрывалось, но я ничего не делала. Молчала о том, что должна была сказать еще много лет назад. Я думала, все наладится, и тебе не придется это никому говорить. Аура уехала из Мексики? Не знаю, смогла ли мама ее задержать в аэропорту. Я ушла из дома, но ее мама все знает. И Аура теперь тоже все узнает. Я забрала маму из больницы и скрылась, пока Верхиния не узнала. Не нужно было этого делать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Тебе надо было просто молчать. Молчать, Чело. Я не могу идти против своих чувств, Фило. Как же мне было дальше жить с такой ужасной болью? Она его мать. Ты что, сказала ей о приемных родителях Астебана? Она знает, кто? Она знает, что это Адриан? Нет. Я не вдавалась в подробности, только сказала, что ребенок жив. Я хотела сказать Ауре правду. Теперь нет никакой надежды. Нам нужно быть готовыми. Скоро они с Адрианом обо всем узнают. Спрячь меня, Фило. Не дай этой ведьме Верхинии отыскать меня. Вот ключи от моего дома. Иди туда. Никому не открывай дверь. Я позвоню тебе, когда пойду домой. Если кто-то будет о тебе спрашивать, скажу, что не видела тебя. И ничего не знаю. Иди. Спасибо, Фило. Спасибо. Благослови тебя, Господь. Теперь мы будем волноваться, Челло. Понимаешь? Все очень плохо. Неизвестно, чем все обернется. Не плачь. Не плачь. Знаешь, я опять все испортил, Фернандо. Да, я думал, так будет лучше, но единственное, чего я добился, это заставило Ауру уехать отсюда в тревоге. Нет, сенсор, это не так. Все изменилось, она не уехала. Я хотела с ней поговорить, думала, она с тобой. Фернандо, Аура только что пришла. Слава Богу. Пусть она сама все расскажет и попроси ее позвонить мне. Хорошо, я перезвоню тебе, милая. Иди ко мне. Папа, он жив. Мой ребенок жив. Он жив. У меня родился мальчик, нужно только найти его. Как Аура? Где он? Я должна найти его, но сначала хотела сказать об этом тебе. Прошу тебя, скажи, что ты мне поможешь. Обещай мне. Я сделаю все, что будет необходимо, милая. Мы найдем моего внука, несмотря ни на что. Спасибо, папа. Как же я рад, дочка. Надеюсь, папа не разозлится еще больше. Аура должна поговорить с ним. Нужно быть осторожными. Он должен многое понять, мама. Нужно быть осторожными. Я знаю. Оставь нас наедине, пожалуйста. Ты не хочешь объяснить, что в моем доме делал Сесар? В твоем доме происходят более важные дела, чем твоя смехотворная ревность. Ты знал о том, что погибшая дочь Ауры это выдумки моей матери? Я вижу, что ты наконец решаешь проблемы со своей женой. Надеюсь, теперь ты наведешь порядок в этом доме. Нет, мама. Порядок здесь будет наводить не Рахелио. И не ты. Я не хочу, чтобы ты злился на меня, мой сладкий. Я так сказала, потому что она заслуживает этого. Она плохая. Мне нужно было с ней поговорить. Я не хочу, чтобы с тобой или папой случилось что-то страшное, ведь я вас люблю больше всех. Мне нужно было защитить тебя. Не злись на нее. Принцесса хорошая. Это тебе папа сказал? Он сказал так, когда забирал из школы? Да, правда. Да, правда. Да, правда. Да, правда. Прости, Аура, но сейчас ты не сможешь просто отмахнуться от меня. Это наш с тобой ребенок, и мы должны быть вместе. Спасибо, спасибо вам. Хорошего вам дня и вам. Я хочу задать вам один вопрос. Это она, да? Аура, мать моего сына? Что толку молчать? Рано или поздно ты все равно узнал бы. Да, Аура, настоящая мать Эстебена. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании «Централ Партнершип». «Централ Партнершип» «Централ Партнершип» «Централ Партнершип» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok